МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Камень, ножницы, бумага. Все на месте. Мы начинаем. Уникальный эксперимент телеканала Беларусь-2. Каждую неделю герои нашего проекта бросают вызов судьбе. А определять, кому и какое задание достанется, будет игра «Камень, ножницы, бумага». Раз, два, три. Ча-ча. Два, три. Допустим, ча-ча. Раз, два, три. Ча-ча. Раз, два, три. Танцуйте. Вам письмо. Сейчас в эпоху интернета и имейлов эта фраза устарела. Да и танцы уже давно не те. Шафл, контемп, вок, тектоник. Такое сразу и не станцуешь. А не устроить ли нам танцевальный батл? И посмотреть, кому из наших героинь быстрее звездные тренеры скажут, вы в танцах. Сейчас в этой студии появятся Лена и Олеся. Лена в юности была королевой дискотеки. Но после того, как вышла замуж и родила ребенка, танцевать она предпочитает у плиты и перед маленькой дочкой, когда кормит ее кашей. Олеся на вопрос «Девушка, вы танцуете?» всегда отвечает «Нет, я пою». И не потому, что она грубит, а потому, что это чистейшая правда. Ведь Олеся действительно певица. Правда, танцы – это тоже часть ее профессии. Ведь сейчас одной песней никого не удивишь. Привет, Олеся. Привет, Лена. Привет. Когда вы в последний раз танцевали? Ну, я не знаю. Я на личном день рождения, кстати, в последний раз. В клубе. А вы считаете, вы хорошо танцуете, на ваш взгляд? В среднем, наверное. Хотя? Ну, есть факторы, которые влияют на это хорошо. В принципе, прилично с высоты барной стойки. Хорошо. Тогда я предлагаю вам сыграть со мной в камень-ножницы-бумагу для того, чтобы узнать, какое же задание спрятано в конвертах. Я уже подозреваю, что там спрятано. Ну что, готовы? Готовы проиграть? Я люблю выиграть. Давай. Посмотрим. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Олеся, тени. Так. Так. Беру-ка я этот конверт. Ну что, Лена, ты готова снова проиграть мне? А? Судя по всему, да. У меня пустой. Нет, у меня не пустой. Вам нужно освоить 4 танцевальных направления за неделю. А я мне ей или так? Да, я решила объединить ваши задания, а потом звездное жюри на отчетном концерте решит, кто же из вас танцует лучше. Так что мы должны 4 танца за неделю? Вы танцевать и учиться танцем будете вместе за неделю. 4 танца. А направления любые? Направления я буду вам сама придумывать и также присылать в конвертах. Так что вы поспешите. Первый урок танцев совсем скоро. Что там рядом придумает? Ну поехали. Попадать. Танцы клево. Наконец-то гинеклуб. Наконец-то такие профессиональные танцы и разные направления. Привет. Привет. Я Лиса. Марина, очень приятно. Лена. Марина. Знаешь, почему мы пришли к тебе? Почему? Потанцевать? Потанцевать. Вообще мы пришли научиться танцевать. Сделаем, наверное, разные направления, чтобы все-таки интереснее вам было. Для начала давайте разомнемся. Становитесь так, чтобы видели себя в зеркале хорошо. Начнем мы с джаз-фанка, как я говорила. Давайте начнем с простого. Идем к стене. У стеночки любую позу. Представьте, что вы такие крутые чекули у меня. Правые, левые, правые, левые. И ножки широко поставили. Два пальца. Большой указательный. Кисти немножко сломали. Тянемся в диагональ. Правая. Сбрасываем вперед. Как будто вы что-то хотите замахнуть. Маленький наезд. 7, 8. И раз, два, три. Пластика у меня есть такая нормальная? Более-менее, да? Поэтому я добавляла, даже если что-то не помола, добавляла что-то свое. Пошли! Пам-пам-пам-пам! Пять, шесть и право, лево, пам! Раз, два, три! Мало просто двигаться красиво, пластично. Надо еще запоминать движение и делать это настолько быстро и органично. У меня мозг, ноги, руки, как-то все отдельно. Люди добрые, в 36, а когда не начинаете? Ты же ни слов не нахожу, это было страшно. Ну что, давайте сейчас перейдем к более женскому направлению. Сейчас будет у нас хай-хиллз. Вообще, хай-хиллз танцуется всегда на каблуках. Грудь вперед, плечики назад. Так, волна. Можно добавить голову. Лопатки свили, грудь вперед. Ближе к стене. Вот! Олеся, мне кажется, здесь ты проиграешь. Значит, ножки на ширине плеч, ручки в стороны. Раз. Раз. Не хватало нам каблучков, скажу честно. Потому что мы уже с Аленой вживались в роль таких девушек. Дальше поднимаем наверх левое бедро. Два. Здесь левой ручкой беремся за локоть. Кисть сломали. Смотрите, распальцовочка должна быть у вас. Еще раз. Два. Опустили. И по себе. А как же волну? Вот, вы должны удобно сидеть, чтобы вы смогли поднять переднюю ножку. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Левое. Правое. Левое. Правое. Левое. Правое. Левое. И меняем бедро. Ручки вверх. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Вверх. По себе. Волну. Самое главное чувственно и женственно делать. Еще раз. Движения были не такие сложные, как в первом стиле. Давай, давай, снизу. Давай, снизу. Давай, снизу. Лучше. Шесть. Семь. Эй. Чуть полегче, потому что там движение, ну, по скорости все-таки. Я все-таки старушка. По скорости я не успевала. В первом танце, во втором там более органичнее. Ну что, сегодня мы с вами освоили несколько танцевальных направлений. Освоили, а? Дома закрепите, повторите, потренируйтесь. Я потом проверю. До встречи. До встречи. И Олеся такая. Мне кажется, что Олесе танцы даются гораздо легче, чем Лене. Но неудивительно, ведь у Олеси практики больше. Хотя Лена тоже очень старается. Так, джаз-фанк станцевали, Хао Хиллс тоже был, а сейчас ВОК. Раз, два, три. Вам нужно освоить четыре танцевальных направления за неделю. ВОК. О, Боже, ВОК. О, это тема. Марин, привет. Привет. У нас для тебя радостная нота. Или не радостная нота. Ты должна получить еще одну танцевую стиль направления ВОК. Отлично. Рада вас видеть у себя в зале снова. Ну что, давайте для начала, как обычно, разомнемся и приступим. Представьте, что вы у меня дивы. Вы дивы, и вы находитесь на подиуме. Работаем только руками. Все движения очень четкие. Стараемся делать четко, строго по линиям. Правая. Левая. Еще раз. Большие пальцы оставили. Отсюда. И в сторону. И в сторону. И вперед. Вперед. И две. Вниз. Как будто что-то продавливаете, да. Здесь у вас вы должны вот этой частью ладушки тянуться в сторону. Как будто вы упираетесь в стены, в потолок. Вверх, вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вверх, вниз. Почему так быстро опять? Старушку пощадите. Раз, два, три, четыре. В стороны, в стороны, вверх. Волк – это просто. А мне так вечно хочется что-то своего там добавить. Поэтому здесь я не была сильно. Значит, закончили, да? Еще раз. Вот. Провели. За голову в сторону. Да. Перед лицом. За головой в сторону. Ален, ручку ближе к себе. Клухо прижимай. Вот. Локоть натягиваем. Еще раз. Раз и два. Вспоминаем правую. Раз и в сторону. Перед собой и пам. Вот так. Стенка уперлась. А этой ты держишь с потолок. У меня шире, у себя как трудно. Вот. Вот здесь все должно натянуться. Пам. И вперед. И кисти. И она у вас постоянно, конечно, будет такая. Нет. Олеся, через стороны ручки. Вот были. Я сюда просто развела. Пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре. В стороны. Вверх. И. Спину ровно. В последней позе финальная точка. Четко. Пять, шесть, семь. Поехали. В конце финальная точка. Это ваша импровизация. Семь. Поехали. Раз, два, три, четыре. Пам. Пам. Вверх. Пам. Пам. В стороны. Хоза. Попыла. Такая, мозг мчится на твою бездарь. Давай. Давай. Дыхать. Ходить. А тут надо четкие движения. С четкими движениями у меня отлично вышло. Этот танец, хотя у нас тоже была репетиция, мы ему уделили всего полтора часа. Я его запомнила сразу. Олеся, напрягись. Если в джаз-фанке ты была богиней, то здесь. Давай, напрягись. Соберись. Я просто добавляла что-то свое и немножко по-другому двигалась. Все движения старайся четко доделывать до конца. Если выпрямляешь ручку, выпрямляй ее полностью, локоть и не сгибай. Алена, чуть-чуть напряги мозг, а так все хорошо. Как обычно. И все показала без ошибок. Первый, второй, третий раз, все разы, что надо было, я его без ошибок показывала. Легко. В общем, я модельная штучка. Мне раньше казалось, что вог танцевать гораздо проще. Но с дивана дома кажется все гораздо легче. Воге Лена оказалась гораздо сильнее Олеси. Уж не знаю, где она научилась этому модному танцу. Ведь во времена дискотек вогом назывались совсем другие вещи. Ох, уже тем не модные танцы. Теперь пройдемся по основной программе бальных танцев. Как я хотела научиться этому танцу. Он такой женственник, такой красивый. Здравствуйте, Леонид, меня зовут Лена. Здравствуйте, меня зовут Олеся. Очень приятно. Очень приятно. Перед нами стоит непростая задача научиться танцевать четыре танца за неделю. Один из них – бальная постановка. Ну, такая мини-постановка, небольшой такой мини-итюд. Хорошо. Что посоветуете? Я думаю, что мы с вами сегодня выберем танец чича. А реально ли нам научиться вот за неделю этому танцу? Ну, если приложить все усилия, да, и тщательно выполнять то, что я вам поспрошу и показываю, то я думаю, все возможно. У нас чемпионов Леонид нас учил этому танцу. Надо встать, ноги начать, наверное, с головы сверху, да. С подбородок. Раз, два, три, четыре. Давайте в другую сторону немножко потянемся. Аккуратненько, без лишних движений. Хорошо, давайте мы с вами начнем с базового движения. Ну, давайте, да, со основного шага, да, начинаем с вами с правой ноги в сторону. Делаем вообще наш ритм чачи. Это раз, два, три, чача. Это наш такт. Чача – это острые колени и быстрое наступание, полный перенос веса. Да, стараемся стоять на одной высоте. Могушкой не варьировать, да, точно делаем вот это плоско все. Ча, раз, два, три, чача. Раз, два, три, чача. Раз, чача. Раз. Ну, я думаю, ладно, в детстве, в школе бальные танцы были у всех. Раз, два и три, и чача. Раз, два, три, и чача. Раз, два, и три, и чача. Вум, там два, три, допустим, чача. Раз, два, три, чача. Раз, два, три, и чача. Раз, два, три. Нет? Как-то я не умею так ноги быстренько передвигать. Вперед, да, два. Компактный шаг, нога выходит вперед буквально чуть-чуть. Идем сами в сторону с левой ноги. Ча, ча, раз. Левый вперед. Два, три. Ча, приставка. Ча, раз. Ча, ча, раз. Когда сжигаем вперед, сжигаем садил шаг точно прямо, чтобы этого на крест не было. Три. Ча, ча. Раз, назад. Два, три. Ча, ча. Раз, вперед. Два, три. Раз, два, три. Ча, чай. Руки на сторону сделать. Два, три. Ча, чай. Раз, два, три. Попробуем на музыку, да? Смотрите. Раз, два, три. Ча, ча. 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 Раз, вперед, назад. Ча, ча. Раз, назад. Встать. Ча, ча. Раз, два, три. Ча, ча. Раз, назад. Вперед. вот эти шаг нога от подушки 1 подушка вот и когда-то да-да-да-да-да только без волны мы делаем раз выталкиваем себя потом мы делаем шаг вперед 23 левой ногой 2 знакомые для вас движения ее вперед правая левая сзади от левый вытолкнуть себя 1 вперед ч а до левого назад скрещивайте ч а отлида такую подушку ставьте чтобы было чего толкнуться и теперь от ноги задней отталкивайтесь вперед шагайте вперед ногой правой раз совершенно верно пишет вперед 2 возвращаемся 3 назад ч а накрест накрест ногу вот и теперь назад левой ногой левый назад левый когда мы стали изучать позже честно скажу я уже сдалась я говорю все лена поехали лену нет я на подожди и подожди нужно оттанцевать ч ч наступайте быстрей и к 1 не той ногой и ч ч отлично и дайте я вам опору получили мы чувствуем вес ноги задней нога левая правая сзади правая сзади идет вперед и ч а скрещили ч а опираемся на подушку ноги запам прият ноги задней вперед 1 правый ногой левый вперед 2 шагаем левый вперед 2 возвращаемся назад 3 ч ч ч ч ч ч в сторону шаг по 3 ч 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 Ваш урок. Будем завтра репетироваться уже без вас. Надеюсь, мы вас силой не опозорим. Удачи вам. Спасибо большое. Больные танцы – это не мое. Раз, два, три. Вам нужно освоить четыре танцевальных направления за неделю. Чать. Впереди отчетный концерт. Наши героини уже повторяют танцевальные па перед зеркалом. Олеся призналась, что чувствует свою уверенность в победе. А вот Лена, кажется, пошла прятать свою корону королевы дискотеки на антресоле. Смотрим экзамен по танцу. Оценки нашим героиням выставит профессиональное жюри. Доброе утро, наши дорогие жюри. Доброе утро. Видите, мы уже... Надо сделать нам небольшую поблажку. Все-таки недели, черепи, танцы, возраст у кого-то. Мы готовы? Мы готовы, да? Да что? Поехали. 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 Доброе утро. Поехали. Доброе утро. Хотелось бы у Елены больше пластичности и выразительности в верхней части вашего корпуса. На данный момент и в данном направлении, мне кажется, фаворитом стала Олеса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роль играет пластичность, но что-то с нами произошло, и мы перестали быть пластичными на экзамене. Я даже не помню, что там было, если честно. В данной номинации победителя нет, так как мне кажется, что вы не справились с задачей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роль играет пластичность, но что-то из вас, наверное, фристайлер? Алиссин? Да, фристайлер, да? Если я даже не знаю движений, я добавлю что-то свое, но я не остановлюсь. У меня нету стоп. Вот Елена, мне кажется, была более точная, да? И ближе. Ближе по каким-то определенным своим линиям, по остановкам, по изоляции, да? Вот честно я говорю, чай-чай-чай, я думала, выиграет опять Алена, как и ВОК. И вся проблема в том, что я споткнулась и потерялась. А я проиграла вовсю. Вот я больше помнила движений, но выглядела, как слон в посудной лавке. И она сама себе подстала под ножку, сама сдалась немножко раньше времени. И что касается этого направления, здесь, конечно, Олеся все-таки, да, была лидером и победила. Мне вообще жалко судьи. Спасибо, что они уделили нам время. Конечно же, безусловно, очень много было неточностей в том или ином направлении. Но вы большие молодцы, что вы столкнулись, попробовали и провели этот день с пользой. В вашем случае выиграла дружба. Поскольку я с вами неделя занималась, я видела, какие вы пришли, как Лене было тяжело с самого первого дня, как Олесе немножко это все давалось легче. Но в целом я хочу сказать, что все-таки выиграла дружба. И победила дружба! Подведем итоги и пригласим нашу героинь в студию. Привет, Лена. Привет, Олеся. Привет, Ирика. Как танцы? Отлично. Что было самое сложное? Все. Ну что, давайте подведем итоги. В джаз-фанке победила Олеся. Как бы да. Да? Почему как бы? Ну, признаюсь, что выражение. Все, что я больше воспроизвожу, те движения, которые мы заучили, я их больше, лучше помню, чем ты. Ты от себя тянешься. А в хай-хилсе вы обе проиграли. Почему? Там громало все. Там все громало. Ну, как-то мы... Все забыли. Мы не то вообще. Все, что мы учили, мы не то исполнили. Почему-то, ну... Да. А почему в Воге Лена была сильнее? Ты когда-то танцевала Вог? Лена красиво просто руками машет. Бог милого. Покажи. Два, два. Это же легко все запомнить. Раз, два. Три, четыре, пять. Ну, тебе хорошо получается. Да, было неплохо. Это все, что у меня получилось. Почему же тогда в бальных танцах ты сошла с дистанции и проиграла Олесе? Я споткнулась. И вместо того, чтобы продолжать, как настоящий танцор делает, гордо задрав подбородок, я стояла и говорила, что я подвернула ногу, давайте еще раз. А второго дубля-то нельзя. Ну, мы легких путей не ищем. И так, со счетом 2-1 победила Олеся. Хотя, судьи решили, что все-таки победила дружба, и вы обе молодцы. А не пожалели, потому что мы же не танцоры настоящие. Было бы несправедливо кому-то отдать победу. Ну что, я вас поздравляю с ничьей, так что танцуйте. Танцуйте в новых челленджах и хорошего Мождества. Спасибо. Счастливо. Это челлендж «Камень, ножницы, бумага». Бумага все стерпит, а танцы решат любую проблему. Представьте, что вы поддерживаете потолок. Ой. Сейчас еще раз. Сама. Можно мне хоть что-то в этой жизни сказать? Раз. Лидер. Сама.